Добрый день дорогие мои подписчики а также гости моего канала сегодня мы с вами ничего готовить не будем а просто хочу поговорить о своих последних покупках которые я покупала и делала на них обзоры хочу теперь оставить о них отзыв ну первое довольна ли я своими покупками да я покупками очень довольна мне все очень нравится но я не хочу быть о плюсах у них плюсов очень много я хочу поговорить о некоторых косяках в частности о книге рецептов ну например хлебопечка я еще не все рецепты испробовала но уже четыре по моему рецепта хлебушка я испробовала и в рецептах есть косяки ну вот например дарминский хлебопекла там надо добавлять растительное масло даже и написано в очередах добавить вода растительное масло потом 5 нас и все остальное как бы да ну когда я заглядываю в рецепт сколько же мне добавить растительного масла не будет рецепте вообще нет хотя растительное масло добавлять надо в рецепте его нет и сколько его добавлять если например я молодая хозяйка я еще ничего не знаю купила хлебопечку хочу приготовить хлебушек и сталкиваюсь такой ситуации и что же мне тогда делать опять есть в интернет искать информацию а у меня извините уже мука вода уже все подготовлено уже ну как бы я думаю такой все таки косяк неприятный листаем назад опять рецепт уже другой рецепт дарминского хлебушка и какая ситуация та же самая надо добавить оливковое масло а сколько и здесь вообще не указано что вам добавить и сколько добавить его надо в общем вот такая неприятность все таки с рецептами конечно ну и такие косяки да если человек который не опытный он может не сориентироваться и поэтому я так вот добавила как бы давать три столовые ложки но хлеб получился у меня нормальной мне хватило полать и nodig это же оставила пометку что добавить 3 столовые ложки и потому что я как бы на добавить три столовые ложки и получится хороший れた доfer записала что три столовые ложки добавить может быть другое качество я не знаю на это добавила три ложки в нет как бы нормально хлеб получился очень вкусный вообще хлебушек пепала который по этим рецептам он очень вкусный Еще хочу сделать вот такую информацию. Может, кому-то будет она полезна. Часто жалуются люди, что верхушка падает. И у меня тоже, когда я пекла первый хлебушек, у меня упала верхушка. Когда я пекла второй хлебушек, у меня верхушка не упала. И я думала, может, воды слишком много добавила или что. Но почему-то у меня было подозрение на дрожжи. У меня были дрожжи, одни инстант было написано, это же значит инстантские дрожжи. Как я понимаю, это быстродействующие сухие дрожжи. А другие сухие дрожжи у меня были простые, которыми я всегда пользовалась. Но я почему-то, когда купила хлебопечку, я решила купить еще эти инстантские дрожжи. Думаю, попробую их. Наверное, думаю, классные. Они, наверное, классные, я не знаю. Но, во всяком случае, не в моем случае. Потому что, когда я пекла первый хлеб, я именно пекла на инстантских дрожжах. И у меня верхушка опава. Когда я пекла второй хлеб, дарнивский, я пекла на простых дрожжах. Я добавила простые сухие дрожжи. У меня получился очень красивый хлебушек. Потом я опять решила испечь дарнивский хлеб. Делала все то же самое, только добавила инстантские дрожжи. Что вы думаете? Верхушка у меня опала опять. Потом я взяла, думаю, спеку белый хлебушек. И добавила простые дрожжи сухие. И верхушка хлебушек получился замечательный. Значит, в моем случае все дело в дрожжах. Инстантские дрожжи, они не подходят. Вот под эти рецепты, они не подходят. Потому что падает верхушка. А когда простые, простые, сухие дрожжи написано на пачке, да? Я им всегда вот пользовалась. И все нормально, все хорошо. Конечно, у вас могут быть ваши, там, в вашей стране, там, может, какие-то другие дрожжи, я не знаю. Я говорю про свое, где я живу, да? Поэтому я теперь знаю, какие то, что мне дрожжи нужны. И я теперь поняла, ну, с опытом. У меня же хлебопечки раньше не было, да? И поэтому я тоже же, как бы, еще и опыта набираю заодно. И мне тяжело тоже сразу понять, почему верхушка упала, почему это, почему это. И на практике я сама начинаю доходить, почему, что и как. Поэтому, возможно, для кого-то для вас будет эта информация полезна. У кого тоже падает верхушка. Попробуйте поменять дрожжи. Ну, по-моему, по хлебопечке все сказала. В принципе, все, а, нет, еще не все. Еще такая вот, да? Вот даминский хлеб. Его надо вот печь на программе. Сейчас, номер 5. Это глютен фрибрит. Это безглютеновый какой-то хлеб, наверное, или как там, я не знаю, как там это правильно. Такой хлеб я ни разу не пекла и не ела, да? Ну вот. И написано, поставить темную корочку. Но дело в том, что на этой программе темная корочка не выставляется. Выставляется только средняя корочка. Она уже запрограммирована так, чтобы только средняя корочка. Но здесь же написано выставить темную корочку. Вот так. Получается, в одном рецепте уже два косяка. Первый. Это нет указано, сколько количество растительного масла. И второй. Надо поставить темную корочку. Но на этой программе темная корочка не выставляется. Это вот в одном рецепте. Получается, я столкнулся с двумя косяками. В общем, хлеб, конечно, вкусный. Но дело в том, что туда надо немножечко мозг включать со мной. Потому что исправляются, как говорится, их ошибки. Ну, по хлебопечке пока все. Потому что я еще как бы не все программы там есть спробовала. Не все хлебушки пекла. В дальнейшем, конечно, я буду когда новый хлеб какой-то печь. Я обязательно буду снимать ролики. И если какие-то опять будут косяки, я буду снимать видео о косяках. Возможно, кто-то меня увидит из представителей Redmond. И как бы вот информация к размышлению. Ну, по хлебопечке, наверное, все. По мультиварке. Ну, мультиварка вообще очень довольна. Это тоже классная вещь. Ну, я и хлебопечкой очень довольна. И мультиваркой очень довольна. Такая помощница. Конечно, она у меня тоже первая мультиварка моя. И когда я думала покупать, нужна ли она мне или не нужна она мне. Теперь я сделала вывод, что она нужна. Она супер. Ну, это надо, понимаете, чтобы почувствовать. Это надо ее купить, чтобы понять. Действительно хорошая помощница. Все очень удобно, очень вкусно получается у нее. Все в мультиварке. Ну, по ее рецептам я решила приготовить кашу. Ну, скажу, рецепт немножечко неподходящий. Там на 750 мл. Я овсяную кашу готовила. На 750 мл. жидкости надо 150 грамм хлопья в этих геркулесовых. Я скажу, получается каша, ну, может, кто такие любит. Ну, такая вот, ну, она густая, комковатая получается каша такая, да. Я такую кашу не люблю. Я люблю кашу такую разваристую, размазненную. И я думаю, приготовлю по своему рецепту. Как я делала на плите, так я сделала и в мультиварке. Я добавила где-то 800 грамм хлопьев на те же 750 мл воды. И ставлю я, ну, у меня времени много, я ставлю на час. Она варится час, а потом она на подогреве еще остается. И вот она получается такая вот разваристая, такая вот вся, такая классная, как я люблю. Конечно, если кому-то из вас надо приготовить очень быстро кашу, тогда вы можете сделать чисто по рецепту, там за полчаса вам каша будет готова. Но вкус ее, ну, не тот, когда вы ставите, например, на час, а потом еще на подогреве, что-то такая вся наваристая, наваристая, такая получается, такая классная. Все-таки я рецептики делаю, делаю свои в мультиварке. Ну, смотрю еще, как другие там готовят тоже. в интернете. Ну, а так, в общем, конечно, я довольна. Только что книгу еще и не изучила, рецептов. Единственное, я говорю, что попробовала сделать кашу по рецепту. А, нет, в рот, еще рис сделала. Делала, как у них было написано. Ну, я скажу, не хватит, тогда было на 2 стакана воды, 2 стакана риса. Скажу, что воды было маловато. Вот все-таки надо на 2 стакана риса положить, налить 3 стакана воды. Тогда было бы в самый раз. Ну, короче, в общем, все-то с опытом, все это приобретается. И все-таки я делаю мультиварки, я буду готовить все-таки по своим рецептам. Буду делать все-таки, как я привыкну в кастрюлю накладывать количество ингредиентов. Так я буду и здесь. Только что здесь немножечко в другой последовательности готовится. Ну, а так, в принципе, всем довольна я. Поэтому, ну, это, наверное, все, что, наверное, хотела я сказать. Косяков в мультиварке вообще никаких нет. А, еще по хлебопечке. Когда я хлебопечке первый раз готовила, да, где-то я читала, что там очень сильно воняли. Там 2 дня где-то что-то был ветривость. Ничего не воняет. Стояла, вот, первый раз, когда пекла, такой легкий запашок встал. И то я не поняла. То ли заводской смазки, то ли запах дрожжей. Я не поняла. Запах был похож немножечко на дрожжи чем-то, да. Поэтому я не знаю, что это заводская смазка была или это запах дрожжей был. Ничего не воняло. Хлебопечка, ни мультиварка не воняла, ни хлебопечка не воняла. Вообще все без запаха. Хлебопечка не прыгла при замесе тесто, как тоже иногда читала я в интернетах. Ну, все нормально. У меня претензий нет. Ну, во всяком случае, пока. Мне очень понравилась чаша в мультиварке. Некоторые, я читала, что в некоторых мультиварках бывает чаша, там продукты подгорают сначала, а потом нет. Или наоборот, сначала нет, потом да. Здесь чаша очень хорошая. Ничего не прилипает, ничего. Все прямо как вообще, как тканьки на льду. Супер просто. Хлебопечки. Ну, тоже чаша хорошая, пока претензий нет. Ну, если со временем что-то появится, какие-то претензии, обязательно сниму ролик и вам все расскажу. Ну, наверное, это буду заканчивать. Спасибо, что дослушали меня до конца. Я с вами прощаюсь. И увидимся, как всегда, с вами в следующем видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok